Миклуха Маклая Губка, все лучшее, что было в тогдашней науке, привносил ее в Россию и стремился сделать русскую науку признанной и уважаемой частью мировой науки. Вот, на мой взгляд, настоящий патриотизм к этому и сводится. Не просто словословие, а вот делами доказывать, что мы тоже что-то значим в этом мире, и наша страна тоже что-то значит. Вот он это сделал, и я в нем это очень ценю. Миклуха Маклая Миклуха Маклая Миклуха Маклая Миклуха Маклая Ну, от людей подобных ему это происходит. Поэтому первое романтическое представление о том, как открывать мир, как смело идти на авантюры, на постижение того, что никто не посмел даже предполагать, ведь он, Миклух Маклая, был известен тем, что он своего рода супермен по преодолению невозможного, по установлению контакта с людьми, с которыми контактов ни у кого нет. Как жительница Акуловки, того места, где появился на свет Николай Николаевич Миклуха Маклая, я, конечно, не могу не гордиться таким удивительным легендарным земляком. И мне еще, наверное, очень повезло в жизни, потому что я работаю в музее, который посвящен памяти Николая Николаевича. И могу сказать, что благодаря Николаю Николаевичу вот этой работе моей музея я узнала столько нового, интересного для себя. Спасибо Николаю Николаевичу за это. Если вглядываться в Миклуха Маклая как в исследователя, и при этом самому быть исследователем, то многое оказывается зеркалом. Мы сопереживаем, исследователи, эпизоды преодоления границ, первых, самых трудных контактов. Миклуха Маклая стал символом этнографии, советской этнографии, причем именно советской. Хотя в российской действительности он тоже был фигурой очень заметной, но в большей степени даже канонизирован, если угодно. Он был в советское время, институту этнографии было присвоено имя Миклуха Маклая. И Кунсткамера, когда она была частью Объединенного института Московско-Ленинградского, тоже носила это имя. Сейчас она осталась за Московским институтом, а у нас вот в моем кабинете портрет Миклуха Маклая. В его же стиле изображение заменяет собой словесный оборот. Прежде всего, это пример талантливого человека для меня. И пример, которым я пользуюсь, общаясь со своими учениками. Он как бы утверждает мою теорию, что в каждом человеке заложено природой талант. Главное – дать возможность ему раскрыться. Да, он был болезненным мальчиком, что-то у него получалось, что-то ему нравилось, что-то не нравилось. Но ему очень нравились естественные науки. И он этим занимался даже за пределами гимназического курса. И это стало делом его всей жизни. И я всегда ребятам говорю, вот вы выберите для себя, ищите, найдите. Это не всегда сразу же можно определить. И тогда уже этому своему увлечению посвятите всю свою жизнь. И вы тоже добьетесь успеха. Когда я выбирал свою профессию в детстве, я очень любил читать книги о путешествиях. И, естественно, о Николая Николаевича Миклуха Маклая тоже. Поэтому его личность, несомненно, сыграла роль в моем выборе жизненного пути. И я очень рад, что мне пришлось сейчас, ну, в какой-то степени вернуть ему долг памяти. Потому что в 2014 году по поручению президента Русского географического общества я как раз разрабатывал положение о золотой медали имени Николая Николаевича Миклуха Маклая. Так что он лично для меня значит очень многое. К этой личности я отношусь так же, как и к многим первопроходцам, потому что вторых первых не бывает. И это как раз тот самый случай, когда человек был первым во многих планах. Не только как путешественник, не только как этнограф, но он еще и гуманист, он и человек. И он достойный сын своего отца, который для нас является в том числе и примером воспитания подрастающего поколения. Вот поэтому Николай Николаевич сам по себе это своего рода собирательный образ всех тех качеств, которых сегодня не хватает нашей молодежи. Значение исследования Миклуха Маклая переоценить, честно говоря, трудно. Потому что в 19 веке, мало того, что он поехал в район, где, так сказать, нога белого человека не ступала, дикие, по понятиям европейцев, совершенно дикие места, откуда живыми не возвращаются. То есть надо было иметь личное мужество, чтобы вот ввязаться в исследование таких вещей. А во-вторых, для того времени очень значимо было то, что он сумел доказать, что папуасы – это не промежуточная форма между обезьянами и людьми, как считал его учитель Геккель, который, естественно, заблуждался, а что это настоящие люди. И что на планете, по сути дела, один единый вид разумных существ – хомо сапиенсы. И вот для 19 века это было абсолютно новым. Только благодаря Михаилу Маклайу я впервые принял решение еще в школьном возрасте стать капитаном и заниматься как раз исследованием. И я это сделал. Первый вуз, куда я поступил, это был Калининградский институт инженеров морского плавания как раз. И я поступал как раз на факультет штурмана. И это было сделано осознанно, мной было сделано, понимаете. А сейчас, вот работая ректором, я хочу сказать, что я рад, что именно мой жизненный путь прошел и сложился так, как он сложился. То есть он был связан не только с армией, не только с военными, но в том числе закончил и техникум, институт, поработал на севере. И понимаю, насколько прекрасна наша земля и как мы мало знаем о ней. Поэтому то, что сделано первыми открывателями, открывателями Антарктиды, открывателями новых земель и формированием новых знаний, я грубоко убежден, я сегодня все делаю для того, чтобы развивая институт, развивать новые знания, в том числе в истории таких личностей, как Миклория Маклая. Я вот считаю, что мы должны быть достойны тех людей, которые сделали так много для того, чтобы Россию в те времена знали. А сегодня мы должны отстаивать и приумножать нашу страну. Субтитры создавал DimaTorzok